Монастырь Топлу Засушливая местность вдоль берега с многочисленными скалистыми бухтами небогата на исторические памятники, в отличие от центральных регионов. Причиной тому соседство с торгованными морскими путями, где пираты поджидали своих жертв, а также совершали частые набеги населения Северного Крита. Поэтому внешний вид монастыря сильно напоминает крепость. Высокие 10-метровые стены, над которыми возвышается 33-метровая колокольня, сделали монастырь трудной добычей, и пираты обходили его укрепление стороной в поисках более легких объектов разграбления. Даже само название монастыря очень схоже с турецким Топ – Пушка. И пушка у монахов действительно была. Минуя внешние хозяйственные постройки, входим за крепостные стены во внутренний двор. Вход платный, стоимость посещения – 5 евро. Внутри монастырь также неотличим от военной крепости или замка европейского феодала. Из центрального дворика во внутреннее помещение ведут многочисленные входы. Тенистые галереи помогают укрыться от жаркого солнца. Двор выложен узорами из прибрежной гальки. Такую технику я нигде, кроме Крита, не встречал. Очень красиво. Финальный облик монастырь приобрел в ходе реконструкции на деньги венецианцев после землетрясения 1612 года и процветал до самого нашествия турок в 1645 году. Жилые помещения, конечно, закрыты. Как живут монахи, сегодня посмотреть не получится. Может, конечно, не кандидат в Книгу рекордов, но я раньше такого кактуса не видел. Заглянем на хозяйственный двор. Довольно просторная территория. Возможно, в определенное время года она заполнена емкостями с оливковым маслом или вином, которое монастырь производит в приличном количестве, сделав топлу известным брендом даже за пределами острова. Кухня, похоже, работает и сегодня. Печка явно в рабочем состоянии. Внутренность храма традиционна для византийской архитектуры. Но, конечно, видно и влияние Венеции. Храма традиционна для византийской архитектуры. переходим в музейные залы. Тут можно осмотреть богатую коллекцию церковной утвари, одежды из старинных икон, среди которых есть работы 15 века. Не все экспонаты всегда принадлежали монастырю. Скорее это предметы истории региона. Сам монастырь во время правления турков неоднократно подвергался разграблению и были периоды, когда он был полностью заброшен. Но, как и другие монастыри, Крита вновь возрождался из петла и расцветал. Музейные залы в другой части монастыря посвящены просветительской и издательской деятельности. При турках в стенах обители существовала школа, а также печатались книги. За витринами образцы гравюр на исторические и религиозные сюжеты. Следующие залы рассказывают о сопротивлении кретян иноземным захватчикам. Оружие, знамена периода османов, а также экспонаты времен Второй мировой войны. За территорией монастыря есть еще пару интересных объектов. Красивая часовня за оградой монастырского кладбища. Ну и, конечно, ветряная мельница, визитная карточка монастыря, сохранившегося на самом восточном краю острова Крит.